Давайте попробуем поговорить о мифе и о народе. Мы попробуем сейчас сказать, что мы думаем про дух народа, про миф о народе, а потом попробуем разобраться с этими словами и дальше посмотреть, что и как. Так, в порядке анекдота. В 2009 году у меня была такая книжка, она называлась «Дух народа и другие духи». Это был вариант в книжке, который до 2001 года вышел. Ну, то есть не вариант, а дополненная история. В 2001 году выходит сборник антопологических эссе, который называется «Категория ненастоящего времени». И там идея была в том, что я беру ту оптику, которая есть в антропологической науке, но смотрю вокруг себя. И, соответственно, спрашиваю свою маму, своих друзей и так далее по поводу всяких разных вещей. Одна из тем была ритуальные площадки. То есть, каким образом выстраиваются посвятительные мифы, выстраивали в Советском Союзе, и каким образом они продолжают быть, эти самые мифы, в постсоветском пространстве, как продолжали быть, так и продолжают быть, и так далее. Короче говоря, я сказала, что это анекдот. Я написала книжку, потом еще раз написала книжку. В следующий год выходит «Дух народа и другие духи». Надо сказать, что университет меня никогда ни за что особенно не награждал. То есть вообще никогда. Но тут почему-то из рук ректора я получаю наградную грамоту с хоккеистами за выдающийся вклад в науку о народе по поводу этой книжки. Совершенно точно они ее никогда не открыли, никто. Потому что если бы они ее открыли, они бы точно ничего такого не дали. Но это так, это как бы история. Теперь, что касается мифа и, соответственно, народа, попытки описать некий общий статистический русский характер. Смотрите, как интересно. Вообще вся история про национальный дух и дух народа – это история становящихся империй. И сам этот разговор начинается в конце XVIII века, то там, то здесь. И начинают созидаться такие вот конструкты, будь то русский народ, будь то британский народ. Вальтер Скотт там потрудился. То есть на это самое… Я не сильна в истории зарубежной литературы, но более-менее в общем-то первую такую роду в истории понятно. То есть тогда, когда складываются империи из довольно большого количества разных социально-территориальных организмов, то есть общности как этнического типа, так и языкового типа и так далее, вот формируется властным образом, что именинчество такое единое, здесь нужна идеологема. И эта идеологема – это дух народа. То есть это очень старое изобретение, которое не имеет отношения никакой образцейной практики, но имеет отношения к идеологии. Всегда. Как мне кажется, мой коллега Константин Богданов довольно хорошо разбирает эту тему в ряде его книг, в том числе по поводу категории народности, как она созидается на протяжении 20-го века. Ой, 19-го века, извините. Ну и дальше в 20-м, да, это просто дополняется все новыми и новыми какими-то штрихами, но к никакой реальности жизни это отношение не имеет. Мне как раз в большей степени интересовали вещи, которые имеют отношения не к идеологии, а к общим чувствам, коллективным переживаниям некоторым. То есть некие коллективные переживания, которые каким-то образом созидают ценности, которые разделяет группа. Я как-то думала про это, я думала, а где такие вот ценности у нас живут? Вот так, чтобы все начинали перепитать. И, в общем-то, это довольно тоже понятно, что эти ценности связаны с невинно убеденными разнообразно, будь то те, которые голову сложили в гражданскую, еще куда-то, ну, то есть культ героев, да. То есть, собственно говоря, и самое первое сакральное и священное, которое было созидаемо в начале советских времен, это, соответственно, жертвы революции. Тут появляется слово жертва. Жертвы революции, дальше и другие жертвы и так далее. И вот эта вот категория жертвенности как абсолютной ценности и служения тех, которые не пожертвовали тем, которые пожертвовали, вот эта вот конструкция, да, она созидалась в данное количество времени. Я не знаю, отвечаю ли я на вопрос про этот самый русский характер, но вот уж что касается пожертвовать на общее благо, это там, несомненно, сидит. Ах, миф. Есть какая-то вещь, и она меня интересовала, это я спрашивала у своих собеседников, для этого требуется, да, большое доверие и длительные разговоры, чтобы они перешли к тому, чтобы честно сказали о том, что для них ценно. и слушая их, я прислушивалась к себе и точно понимала, что, например, одна из таких ценностей, которые мы, которые в меня инкрустированы советским воспитанием, это ценность общественного служения. Она имеется, несомненно. При том, это общественное служение очень любопытное. Оно как бы должно, и это важно, оно должно, служение обществу должно быть вместо служения, например, семье. То есть оно не сочетаемо, а как бы вычитаемо. Если мы вспомним самые разнообразные фильмы советских времен, то там, соответственно, все те, например, мужчины, которые занимались благополучием своей семьи, они назывались в лучшем случае мещане, в лучшем случае враги народа. То есть все те, которые семью богатели, это явно отрицательные персонажи. В общем, мы на этом были выращены. Как мне кажется, вот одна из вещей, то есть есть какие-то штуки, есть какие-то вещи, которые были идеологией в советское время и идеологией и остались, а есть какие-то вещи, которые были идеологией, а потом стали мифологией. Мысль моя такая. Вот у нас как бы есть идеология, мы можем ее принимать или не принимать, потому что она апеллирует к нашему рациональному. Но если меня в пять лет взяли родители, повели к обелиску, вручили цветы и сказали, положи родной сюда букет, это те, которые за тебя голову свою положили. У тебя, пятилетний или пятилетнего, нет никаких оснований не принять это как мифологию, а не как идеологию. В этом смысле я и рассматривала ритуальные площадки советской страны как такие посвятительные площадки, через которые были прогнаны большое количество поколений, ну, в смысле, значительное количество поколений. И в этом смысле они уже в нас, эти площадки. Мы уже вот такую конструкцию имеем, как форму думания. Нам нужно разобраться, что такое общее. Это действительно очень важно. Можно я на примере попробую про это поговорить? Дело в том, что общее как всеобщее и общее как нашего закрытого двора, где мы сделаем нашу общую площадку, очень разные общие. И опыт дореволюционной России – это опыт локальных, территориальных или социальных сообществ, которые на самом деле были не сильно проходимы. В том смысле, что они, как вы знаете, почти кастовый характер. То есть, ну, например, в городской среде межсословные браки меньше одного процента. То есть фактически это замкнутое общество. Никакие дворяне и на каких-то христианках не женятся. Ну и так далее. Литература как раз осваивала именно вот эти вот трансгрессии. А норма такая. Но внутри сообществ был вполне себе такое представление об общем благе, которое выстраивало поведение людей. Ну, например, давайте мы посмотрим на старообрядцев, как на Тиванах, города Иваново, где весь этот город выстроен, все больницы, все образование, все музеи, так далее, выстроены теми, которые отдавали свои 20% из своих доходов, а то и больше, и, соответственно, созидали это общее благо. Общее как общее для группы, а не всеобщее по принципу «это все колхозное, это все мое», потому что оно ничьё. Здесь мы про это общее благо упираемся в то, что за словом благо есть ещё и представление о собственности, о владении, да, и опыт владения был утрачен за четыре поколения. То есть никто ничем не владеет, а если не владеет, то не может и вложиться во что-то ещё. Первыми звоночками какой-то появляющейся новой социальности, я очень хорошо помню, что это было именно в Москве, в конце 90-х годов вдруг разбогатевшие соседи больших домов стали чинить как раз-таки входные двери, лежат лампочки и за свой счёт вдруг там делают детскую площадку. От своего прибыта начинаю выстраивать некую локальную, некую локальную общую благо. Именно так, именно поэтому можно как бы поймать на этот крючок. Конечно, запрос на это есть. Тот крючок, который есть у тебя внутри, как нечто эмоционально ценное. Эмоционально ценным в тебя опять-таки встроено, это нехорошо, не плохо, это просто так, встроена идея о том, что мы служим чему-то большему, чем мы сами. Если мы ещё дальше туда пойдём, то мы с интересом выясним, что вот это нечто большее, чем мы сами, это как бы такая эмоциональная метафизика. Если вы не возражаете, у меня гораздо приятнее и веселее говорить на конкретных примерах. Вот, например, меня очень как-то заинтересовало такое явление, которое я описывала, явление детских секретиков, если вы знаете, что это такое. Сейчас это почти утраченная вещь, когда долго-долго, я не буду аналитику это описывать, но важно, что эта практика спасалась тех детей, которые лишены какого-то религиозного воспитания или хотя бы какого-то объяснения, что такое смерть. Потому что смертные вопросы появляются ровно в том возрасте, в котором дети начинают копать секретики. Ибо главный вопрос секретика – это что делает Земля и время с тем, что я положил в нее, потому что надо потом проверять, смотреть, что произошло или не произошло. То есть вот эта история про время подземелья и небытие – это такой вопрос, который общечеловеческий, который возникает в определенном возрасте, который оказался в вполне атеистическом государстве, задвинут, изъят из употребления. И поэтому невротические дети должны были не ходить на похороны, не видеть мертвецов, и до сих пор все это продолжается. Соответственно, область метафизики оказалась под запретом. Что там вне мира располагается, какие там силы действуют, может, там никаких сил нет и так далее. То есть это просто режим умалчивания, внутри которого стали разворачиваться какого-то рода вещи. Вот на этой почве выросла своя такая… То есть на почве потребности в метафизическом… Даже не то, что опыте. Опыт-то случался, а слов для этого опыта не было. Не было слов для метафизических переживаний. Под метафизическими переживаниями я имею в виду переживание себя на границе своей субъективности. Больше, чем я сам, больше, чем мое тело. Опыт есть, слов нет. Сюда приходят аллеи героев. И, соответственно, созидают мифологию и нарративы, которые позволяют иметь дело с этой самой метафизикой. То есть появляется такая советская метафизика или такая специальная метафизика запрещенная в виде… Или дворовая, где дети вызывают духов Кушкина, Ленина и еще кого-нибудь. Это же тоже метафизические опыты. И вот метафизика обеспечивает ценности, обеспечивает некий социальный договор. В этом месте договор был. Он был создан вокруг аллей героев «Вечных огней» и прочих памятников. И вроде бы для опыта нашелся нарратив, он старательно создавался. И, собственно говоря, мы на этом нарративе дальше и едем. Хотя он уже не цепляет опыт. Поэтому любые построения, они все еще продолжают строиться от того нарратива, а нового нарратива нет. И, соответственно, нет предложения по поводу нового нарратива. Скорее всего, когда вы говорите про нынешнюю повестку русского национального характера, это и есть попытка создать некий новый нарратив и новые ценности. Но они явно не сработают, потому что это фикция. Потому что реальный опыт не соответствует этим конструкциям. Хотя память о них есть. То есть конструкции встроены, а реальность им не соответствует. Вот как-то приблизительно так я это вижу. Началом этому, мне кажется, были «Беспиртные полки». Эта история про то, каким образом в наше тело встроена некая ценность. Она встроена через действия. Действия старших, когда к этому действию у тебя еще не может быть никакая рефлексия, ему не может быть противопоставлена. Ты нет сомнений, что Новый год – это оливье и мандарины. Ну, нет у тебя сомнений. И телевизор с елкой и кремлем. Это просто твой Новый год. Это не имеет отношения к идеологии. Это просто часть ритуала, в которые ты посвящен. Дело в том, что интересно. Посвятительные ритуалы, если ты посвящен, то у тебя нет возможности оттуда выйти. Они являются частью твоего внутреннего опыта. Куда с этим опытом деваться? Таким образом над ним встать, его открыть и подвергнуть рефлексии? Вот здесь нужна арабо-птихотерапевта, для того, чтобы разбираться с твоими собственными, с нашими собственными мифологемами. История о жертвах и, соответственно, нашем долге перед ними, это, возвращаясь к началу нашего разговора, это то, что в нас встроено. А может быть, и не так. То есть вот эта конструкция, если мы на нее внимательно посмотрим, с интересом обнаружим, что эта конструкция, я ее назвала мелодраматической. Мелодраматическая конструкция как ментальность, она все время создает злодеев и невинных жертв. Вы себе не представляете, до какой степени, например, отечественный русский традиционный эпос вообще не мелодраматичен. Ну, так же, как греческий. Никогда не бывает невинных жертв. Абсолютно. В данном случае я имею в виду не жанр мелодрамы, а такую, скажем так, мелодраматическую ментальность, некоторую установку, где, с одной стороны, миром двигают злые силы, которые хотят недоброго мягким и нежным героям, страдающим от этих злых сил. И, соответственно, все мы должны собраться вокруг невинно гонимых, невинно страдающих и так далее, и защитить их от злодеев. Вот эта вот конструкция, я ее очень-очень укращаю, но вот начинает бедная Лиза, пострадавшая, то для сегодняшнего дня наш мейнстрим это мелодраматическая модальность, где мы солидаризируемся с жертвой. И, соответственно, наша жертва это тот, который пострадал невинно. То есть, когда я солидаризируюсь с жертвой, я говорю о том, что я невинный, так же, как и жертва. И есть враги, с которыми надо бороться для того, чтобы жертвой не страдали. Я как раз это и утверждаю, что мелодраматическая ментальность это то, в чем мы поселились в конце XVIII века и то, что должно, в общем, закончиться. И так или иначе как-то заканчивается. Эти конструкции, очень, я бы только пыталась разобраться с мелодрамами в XIX веке, очень любопытно, что практически все наши писатели, начиная от Пушкина, Достоевского, все писатели всегда осуждали мелодраматическую. То есть у ее, я это очень все нехорошо, очень вульгарно и очень ужасно, но если мы почитаем какого-нибудь капитанскую дочку, я имею в виду, санкционного смотрителя, то это типический мелодраматический сюжет, опять-таки о невинных жертвах. Я хочу, собственно говоря, что сказать? Я хочу сказать, что за представлением о невинных жертвах, с которыми я себя как зрителя или читателя соотношу, стоит следующая история. Это история, которую я для себя называю форексом негодований. Вот если как бы мы нашли и разделили, что есть невинные жертвы, то есть они есть, невинные жертвы есть. вопрос во мне, который себя считает невинной жертвой, а следует на человеком, который ни за что не отвечает. Среда заела, папа, мама виноваты, денег мало, мне не заплатили и так далее. То есть, в принципе, вот этот выход за мелодраматическим скрывается некоторое специальное отношение к миру, который должен, который мне должен. Мне должен просто по праву моего рождения всякое разное. И следующим шагом за этим сидит, конечно, пересентимент. Я как-то пыталась понять, каким образом вот эти люди, которые и там сегодня они там собираются. Ну вот, вы понимаете, что там, что объединяет людей по принципу за. Это же там и старые, и молодые, и мужчины, и женщины, и люди разного образования, но вдруг вот эта вот штука в них проступает. И мне показалось, что все они объединены одно такое вещь. Они, в них сидит представление о несправедливости. То есть о справедливости и несправедливости. И это глубоко нехристианское чувство, если мы будем говорить об этих традициях, потому что христианское чувство предполагает принятие того, что ты имеешь, как то, что ты, как промысла тебе. Наверное, вам попадалось, в 2003 году вышел сборник статьи «Два годкова негативная идентичность». В одной обложке были собраны разные статьи разного времени, где он как раз, собственно говоря, я тебе говорил. То есть проблема негативной идентичности, когда ты выстраиваешь себя от не себя. То есть я хочу, как Алла Пугачева, только чтобы у меня такое все было, только пить не буду. Вот это вот, этот принцип. Когда я даже по-другому скажу, у меня был такой сильный очень опыт для меня важный, важная такая история. Мы долго-долго ехали в экспедицию, то есть на самолете до Архангельска 500 километров уже с дорожью, потом лодками, мы доехали до очень-очень-очень отдаленной деревни и сели чай пить с хозяйкой дома, которая сидела и говорит, хочешь, я тебе свои шубы покажу? Шкаф показывает, шубы, я не знаю, куда находят эти шубы, совершенно непонятно, потому что это край мира. А потом говорит, знаешь, когда я была в Париже, и рассказывает про Париж. Она туда ездила с хором 60-х годов песни. Что бы она про себя не рассказывала, я точно понимала, что она находится ровно в центре своего мира. Ее, вот эта деревня Кеба, это центр мира, а мы приехали из периферии, и есть, что мне рассказать и показать, и тут случилось откровение, что, в принципе, возможно, только две позиции. Ты в центре своего мира, или ты никогда не в центре своего мира, то есть ты все время смещен, и поэтому тебе в этот центр никак не прийти. И позиция рессентимента это та самая позиция как бы такого социального смещения и небытия, то есть отсутствие той точки социального пространства, которую ты законно, уверенно и спокойно занимаешь. И собственно, дальше вот и все, вот у тебя и выбор. То ли ты знаешь свое место, и оно прописано в структуре твоего мира, и ты его спокойно занимаешь, то ли ты не знаешь этого места, и, соответственно, его просто нет. Что же касается самой этой самой структуры, она поплыла, социальная структура поплыла очень сильно, потому что она была выстраиваема внешним образом. Мне кажется, что мы отчасти об этом говорили. Я просто думала о том, что я думала как раз о благе и о собственности. Некоторое количество времени тому назад я стала писать книжку, так и не написала, про российские свадьбы 19, 20 и 21 века. И память того, как я это все делала, вдруг стало понятно, что свадьбы вообще не имеют никакого отношения ни к любви, ни к сексу, ни к детям. Они имеют отношение только к собственности. То есть свадьба это то, посредством чего происходила передача собственности от одного поколения к другому. В этом истории. И посредством чего предыдущее поколение создавало, давало, благословляло следующее своих сыновей и дочерей с тем, чтобы они заняли какое-то свое собственное место в социальном пространстве. Отсутствие этой самой собственности и ее материального воплощения порушило конструкцию, потому что кто кого должен слушать, старшие и младшие или младшие и старшие непонятно. До 18-го года вариантов у младших неслуждастарших просто не было, потому что они ничего не могли, пока им не передадут эту самую собственность, а она переходила именно в момент брака, не по смерти. Вот что интересно, а на момент брака. А дальше отмена патриархальности, отмена собственности и, соответственно, зашатавшаяся такая социальная структура, которая непонятно как строится, она стала отстраиваться снаружи. Братья и сестры, служители партии и правительства. Как это такая конструкция? И постсоветское пространство на повестке постсоветского пространства вопрос о том, каким образом встанет эта малая социальность семьи, рода, локального сообщества и так далее. Вот эти штуки, эти сети, они не отстроены, но, скорее всего, отстраиваются. Где-то они продолжают существовать, так как существовали в дореволюционное время в неких группах, в которых они сохранились, типа старобляческих групп, например, а может быть и других, сохранены какие-то формы социальности, которые вопреки советскому вполне себе преследованию сохраняются. Я считаю, что я не знаю, кто такие русские. Я просто не знаю, потому что такой вещи, такого феномена не существует. Существует такой концепт, который, поскольку он идеологический, он как раз вполне себе можно его назвать, словом «прагмема». Слово с встроенной оценкой. Это слово с встроенной оценкой, не имеющее отношения ни к какой реальности. Дело в том, что если говорить о национальном как идентичности, то каждый человек имеет букет идентичности. Это его н-мерность. И проявлять свою русскость я могу каким образом, так же, как и вы, как можете проявить свою русскость посредством языка. Так это не русскость, это что-то другое, это язык. Соответственно, просыпаясь утром, я себя обнаруживаю кем? Русской. Тоже странно, да. Надо сказать, что проявить нечто национальное, это практически всегда на показ, когда ты сталкиваешься с кем-то или с чем-то, кто хочет, чтобы ты каким-то образом это проявил. И ты с трудом из себя выкорябываешь какую-нибудь матрешку с балалайкой, потому что ничего другого ты в этом отношении предъявить не можешь. Я думаю, что русскость сейчас, это скорее всего советскость, наверное, и это самая советскость, она не в описании сарафана, а в самом духе народа, а дух народа живет все-таки все в том же салате Оливье, все в тех же памятниках, хотя есть и альтернатива. Можно пойти себе в вечном огню, а можно пойти себе редко иным способом помянуть. и надо сказать, что когда мы их иным способом поминаем, то предки с нами за общим столом, а когда они где-то под обелиском, то как говорят деревенские женщины, а сейчас мы ушем, вы воеваете, до сих пор воюют. То есть те, которые не упокоились, они до сих пор так и воюют. Вот эти вот неупокоенные, да, они видимо должны упокоиться. Весь российский северо-запад, в котором мы работали, это совместное и очень близкое проживание разных этносов. И эти разные этносы благополучно сосуществовали, женщины выходили замуж, не знаю, русские женщины выходили замуж в карельскую деревню, брали в вепскую деревню, укладывали похожие, и там, не знаю, молодая мать своих детей укладывала на вепском, а с семьей мужа разговаривала на русском. И соответственно, мы каким образом можем расщепить мою карельскую бабушку от еврейского дедушки и от вологодских еще бабушек и дедушек и еще немножко. Как мы это, как это достать? Вот что касается языка территории и укладов, здесь интересно, и в этом смысле, конечно, это очень богатая страна на культуру, на разные культуры красивые, утраченные, до конца выкаченные или не до конца выкаченные, имеющие свои отличные друг от друга структуры социальные. Пойди сравни там Северную Осетию и там Карелию. Очень разные по социальной плоти образования, которые, тем не менее, современными жителями вполне себе унаследованы. И это различность и разнообразие как раз является богатством и возможностью роста не в смысле охранности, потому что как только мы начинаем что-то охранять, так сразу это превращается в памятник и всякое прости, господи, понятно, в идеологию. А вот когда оно тихо, спокойно, существует в виде колыбельных, которые продолжаются во всех и на всех языках, на уровне колыбельных мы друг друга очень хорошо понимаем. Мы знаем, где находятся серые волчки и где находятся края, которые объясняют с самого начала. На меня произвела впечатление такая вот такая вещь. Я не знаю, вы знаете про Соловецкое сидение? 1668-1676-й, там, 8 лет, 8 лет. Но, собственно говоря, про что эта история? Что я хотела про нее рассказать? Вот я жила, закончила университет, мы это не проходили, я про это не знала. А в 1940-м году женщина, которая пела эпос, графена Крюкова, не, не графена, была такая, да, была мать, Крюкова, которая дочь. В 1940-м году от нее записывают, как они называют духовный стих, осаду Соловецкого монастыря. Для нее это часть истории, события раскола для Марфы Крюковой это часть истории. А знает она ее от своей матери-аграфены, которая дома пела это все. А та знает, у них листочек сохранился 1815-го года, где прабрабабушка это записала. То есть только в какой истории мы живем, определяет наше настоящее. Если мы в коротенькой истории живем, хвостик Марковкин, вот уткнулись в 17-й год, и все, у нас дальше нет ничего. Все остальное это какие-то конструкты. Вот мы такое живем. Мне кажется, что нужно наполнять настоящими историями. Тогда начинается возможность дышать. Причем вот не конструктами, а какими-то конкретными такими вещами. Извините. Субтитры создавал DimaTorzok